Добрый день! Прогулка по улице Новый Арбат от Большого Фанасьевского переулка и далее по нечетной стороне, напротив Дом книги, вот здесь мы начинаем Дом книги на Новом Арбате, здесь у нас с левой стороны пивбар Жигули пывший сейчас там какое-то кафе, может ресторан, не знаю что вот, и дальше идет сплошная линия магазинов тут советская застройка, она никак не изменилась, меняются только магазины меняются всякие киоски на тротуаре, тротуар широченный тут то одно появится, то другое, то третье, то четвертое летнее кафе, киоски и дальше вот это торговая такая сугубо торговая улица магазины здесь не дешевые, но и не сильно дорогие, как на Кутузовском проспекте в общем есть всякие, ну конечно магазины пафосные здесь а вот едут самокаты прокатные на тротуаре немножко мусора набросано в этот день, потому что тут проходило какое-то мероприятие, связанное с книжной ярмаркой что ли, с торговлей книгами, дальше будет видно это 1 октября, погода отличная, тепло, вот там дальше уже начинаются павильоны этой книжной ярмарки, через дорогу световая реклама на доме книги, здесь вообще очень много рекламы световой на Арбате, разнообразных экранов, на которых, так сказать, все мелькает, переливается, вертится скамейки поставили здесь, раньше их не было, только заметила, а вот это уже справа идут вот эти торговые павильоны книжные, в общем решили пропагандировать торговлю книгами, хотя все сейчас читают смартфоны вот, ну решили вернуть народу любую книгу, ну посмотрим получится, не получится, в всяком случае, вот эти торговые книжные павильоны заняли львиную часть тротуара тут образовался такой узкий проход, ну сейчас время у нас где-то между 16 и 17 часами, народа немного а вот сейчас пик здесь будет несколько тесно, когда вечером народ будет гулять, будет тесновато, так, посмотрим павильоны здесь вымощены досками, это я так ради эксперимента прохожу по этим доскам, здесь конечно у нас всегда была стоянка автомобилей, просто настолько широкий тротуар, что власти не знают куда его деть, ну и стоянка автомобиля, автостоянка всегда была, платная парковка, тут вот качели поставили, как будто это парк, ну ладно, всякие чудеса бывают, вот это еще, еще идет тротуар, то есть очень широкий тротуар, в наше время наверное бы дорогую землю в центре уже так расточительно не использовали, здесь бы настроили всякой коммерческой недвижимости, но в советской строили с размахом, чтобы было красиво и просторно, так оно и осталось, вот магазины, магазины, шоколадница тут, магазины были разные, если понаблюдать за новым арбатом, тут в перестройку тут были какие-то киоски, с безумными товарами, с бусами и зеркальцами, ну в переносном смысле, потом киоски убрали, потом долго-долго ничего не было, вот первозданная ширина тротуара, да, то есть тротуар это, не тротуар это площадь, вот, а магазины, ну всегда торговали одеждой, электроникой, какими-то предметами, роскоши, рестораны были, ну они и сейчас есть, пив-бар Жигули сохранился, там дальше будет ресторан Метелица, вот эти знаменитые здания книжки, по левой стороне идут, их 4 штуки, в одной из них, кстати, находится редакция радиостанции Эхо Москвы, а напротив уже идут обычные здания, ну и тоже там есть высотные, по нынешним временам они не особо впечатляют, но тогда, когда их строили, это было эффектно очень, их раскрашивали, окна, помню, зажигали, это, кстати, была какая-то годовщина, если была годовщина революции, отмечали, то вот окнами выводили цифру на этих четырех книжках, какой же именно год сейчас у нас стоит на дворе, или годовщину революции, ну сейчас, конечно, уже этого не делаю, сейчас полно экранов жидкокристаллических, больших, ими задрапирован и дом книги, и дальше киноконцертный зал октябрь будет, в общем, тут все переливается огнями, а эти небоскребы, ну условно говоря, небоскребы, они тоже разными цветами, в разных тональностях все это происходит, вот как-нибудь я вечером сделаю картинку, вечером это очень красиво смотрится, сейчас не так, конечно, но зато сейчас день, дневное освещение, вот здесь вот, с левой стороны кафе, с правой стороны эти торговые постройки, и вот здесь вот улица, тротуар уже становится похоже на ущелье, вот книжная лавка стоит, это вот таких книжных лавок, тут много-много, то есть устроили, когда уже никто книгами не интересуется, практически никто, все читают смартфоны, тут пробуют вернуть народу любого к книгам, ну не знаю, получится или нет, скорее всего, что нет, ну у книг останутся свои почитатели, но было бы, спроса на них уже не будет, смартфоны поглотили все, так, заглянемся назад, да, две книжки мы прошли, или три, нет, три кажется, три, и идем дальше, да, вот последнее, четвертое впереди, идем дальше, весь новый Арбат проходить не будем, только его прогулочную часть, потому что он длится туда дальше, аж до Москва-реки, туда мы не пойдем, а вот это справа, через дорогу, киноконцертный зал Октябрь, он тоже сейчас, с видовой рекламе весь, реклама яркая, днем видно хорошо, рекламирует вакцинацию от гриппа, ну когда что, текст любой включают, сейчас там идет реклама вакцинации от гриппа, бесплатной, ну дело хорошее, от гриппа надо прививаться, не помешает, так, ну вот, последняя книжка впереди, дом книжка, и метелица, ресторан метелица раньше здесь был, я не знаю, что здесь сейчас, давно не был на Новом Арбате, и особо эти магазины не обследовал, не исследовал, впереди новинский бульвар, вот до начала Новинского бульвара дойдем, дальше не пойдем, самое интересное расположено здесь, вот она метелица, там по-моему сейчас магазины, ресторан, ну тут всякие, меняются, все это сдается в аренду, владельцы меняются, открываются новые бизнесы, закрываются старые, вот кажется в этом здании был, в 90-е годы было казино Тропикана, ну потом, когда игорный бизнес запретили, казино закрыли, и что-то здесь теперь другое, потом помню, там был магазин китайских товаров, потом он тоже закрылся, так, через дорогу что у нас, и на концертный зал Октябрь, самое, самое его начало, ну или конец, если с другой стороны посмотреть, да, последняя книжка, вот она, кажется, эти книжки построили к 50-летию Октябрьской революции, если я не ошибаюсь, ну а и с другой стороны, здание такого же типа, в то же время, но уже не книжки, а просто кубики стоят, прямоугольники, да, здесь тротуары впервые с данной ширины, с размахом строили, таких широких, широких таких тротуаров, еще пойди поищи, по-моему, больше и нет нигде, во всяком случае, я не помню в тех городах, в которых я бывал, что у нас, что за границей, чтобы где-то были еще такие тротуары, широченные, почти на всем протяжении улицы, да, вот здесь здание с глобусом слева, здесь была тропикана, где-то здесь, казино, знаменитое, глобус остался, глобус меня остается неизменным во все времена, его только по-новому драпируют и оставляют, красивая вещь, грех сносить, давно не мешает никому, вот, впереди здание, там, Новинского бульвара, основной транспортный поток, здесь уходит в тоннель, а перед нами, вот здесь такие узенькие, пешеходные переходы будут, нерегулируемые, с преимуществом пешехода, да, а дальше вот там здание Лоте Плаза, это там магазины, гостиница, бизнес-центр, туда уже по Новинскому бульвару, это вот, да, вот четыре книжки они, по новому работу, четыре книжки, вот Лоте Плаза, но про нее мы говорить не будем, она уже на Новинском бульваре, дальше впереди, до Москва реки, продолжается, продолжается Новый Арбат, но там уже не интересно, там обычные дома, сталинки, если не ошибаюсь, и уже тянутся до реки, там Новый Арбат заканчивается, или начинается, с другой стороны, скорее начинается, вот, и здесь, да, вот здесь уже бульварное кольцо, и здесь конец нашей прогулки, еще раз заглянемся на Новый Арбат, на пройденный путь, панорама впечатляющая, вот такая была прогулка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова